В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 19-летний рязанец ввел счеты с жизнью из-за ссоры с любимой девушкой. Более полутора тысячи горных аппаратов уничтожили в Рязанской области. И в Рязани подвели итоги независимого журналистского конкурса «Легкий стиль». 19-летний рязанец ввел счеты с жизнью. По предположению тех, кто его знали после ссоры с любимой девушкой, он спрыгнул с крыши девятиэтажки. Его тело нашли вечером в среду возле жилого дома на улице Нахимова. О ЧП сообщили сотрудники близлежащего продуктового магазина. Это из-за моей одноклассницы вообще, по сути. Я ее знаю. Как бы учились 9 лет вместе. Ну, я был тут, когда вот он упал. Ну, как, ну, не видел, как он упал, но потом пришел я. А почему вы думаете, что именно из-за нее? Ну, не знаю, она была здесь. Ну, наверное, поругались чего-нибудь. А как вообще вы лазили туда на крышу когда-нибудь? Вы знаете, что туда можно спокойно выйти? Да. Я лазил. Жильцы дома номер три на улице Нахимова говорят, что люки, ведущие на крышу, открыты постоянно. Любой желающий может попасть наверх. В том году дети там, ну, в районе 15-16 лет, они там катали снеговиков и скидывали. Это я лично сам видел. Когда вот намело снега, и они там баловались. И шла женщина, рядом упал снеговик. И все закричали, в том числе и я. И вот тогда они уже уезжали. А так выходит чердак открыт постоянно. Поскольку открытый доступ на крышу волнует граждан, жильцы дома неоднократно звонили в свою управляющую компанию. По их словам, мастера постоянно приезжают, закрывают люки, но через день-два они вновь оказываются открытыми. А ведь там же машина и отделение лифтерное. Я вот о чем думала. Или в лифт подпадут. Мало ли могут завязать там все, либо в лифту. Но по крышам они бегают часто. Вот летом сидишь на лавочке, смотришь по крышам бегают. Может, ну что же вы, паразиты, делаете? Ведь упадете. Со своей стороны представители управляющей компании также поясняют, что регулярно выезжают по вызовам граждан, чтобы закрыть чердаки. Кстати, в отделении учреждения ни одного человека, способного ответить на вопрос, наша съемочная группа так и не встретила. Все ответы нам удалось получить только по телефону. Действительно ли граждане обращались с тем, чтобы вы как-то посодействовали, чтобы закрыть крыши? Было такое? Уже неоднократно закрывалось, неоднократно скрывались звонки, снова закрывалось. Практически со всех адресов нам приходят звонки. Либо от жильцов этих домов, которые просят закрыть выход на крышу 9 этажей. Либо с соседних домов, которые видят, как уже подростки бегают по крыше. Закрываем и спустя какое-то время заехали. Стоит сказать, что управляющие компании совершают медвежью услугу. Они ставят замки в сломанные крепления. Если приложить небольшие усилия, из этого кольца можно вытащить замок. А это именно тот люк, через который вылез на крышу погибший 19-летний парень. Так что, может, представителям управляющих компаний стоит позаботиться о том, чтобы поменять крепление и усилить защиту крыш. И не вставлять замки в разбитые кольца, чтобы дети, взрослые и любые другие люди не смогли даже с помощью специального оборудования пробить себе доступ на крыши. Вчера в центре города горела квартира на последнем этаже жилого дома на улице Магэс. Видео, как полыхает огонь, выкладывали в интернет-очевидцы. По информации МЧС, принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. В огне пострадал мужчина. Он отравился продуктами горения и был доставлен в БСМП. Рязанские спасатели также периодически проводят всевозможные профилактические мероприятия. Ведь, как известно, тяжело в учении, легко в бою. На днях в городе прошла учебная эвакуация из медицинского центра. Подробности с места событий у Михаила Шабанкова. В Рязанском геронтологическом центре имени Мальшина прошли учения, в ходе которых демонстрировались действия персонала и оперативных служб при возникновении пожара. По легенде, на втором этаже произошло возгорание. В здании сработала пожарная сигнализация, и на пульт МЧС пришло оповещение о возникновении пожара. Сотрудники центра незамедлительно начали эвакуацию граждан. Ликвидировать условное возгорание подручными средствами не удалось. На место учений прибыли расчеты пожарно-спасательных частей, а также служба пожаротушения. Со второго этажа огнеборцы эвакуировали условно пострадавших с помощью прыжкового спасательного устройства и по спасательным веревкам. Одновременно пожарные организовали тушение условного огня и быстро ликвидировали возгорание. По завершению тренировки были подведены итоги и проанализированы действия персонала социального учреждения и оперативных служб. Учения у нас проводятся ежегодно, для того, чтобы показать руководительным учреждениям, как должен действовать персонал в условиях пожара в таких учреждениях. Почему такое большое внимание уделяется этим учреждениям? Потому что особенностью их является нахождение в круглосуточном режиме большого количества людей, которые зачастую не способны самостоятельно передвигаться. По словам заместителя начальника главного управления по государственной противопожарной службе МЧС Дмитрия Юдина, все, кто был задействован в учениях, с поставленными задачами справились, что в очередной раз подтвердило, что наши спасатели оперативно и профессионально придут на помощь, случится такая ситуация и в реальной жизни. Стартовала процедура уничтожения игорных аппаратов и игорного оборудования, которые стражи порядка изъяли в ходе рейдов по пресечению проведения азартных игр. Всего в Рязани ликвидируют более полутора тысяч единиц автоматов, фишек, компьютерных мониторов и столов для игр в рулетку. В настоящее время оборудование находится на складе полиции вблизи поселка Карцево. Здесь проводятся подготовительные работы по утилизации автоматов с помощью тяжелой техники. Это оборудование было изъято сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий по пресечению организации игорного бизнеса, проведенных в Рязанской области в 2014-2016 годах. Накануне Всемирного дня инвалидов в городе проходит профилактическая акция «Инвалид». Инспекторы наказывают штрафом тех, кто не соблюдает правила. Рязанцам не понаслышке знакома проблема отсутствия удобных парковочных мест. Возникает соблазн оставить машину на парковке, которая предусмотрена для лиц с ограниченными возможностями. Тем более, что такие места для удобства и безопасности всегда расположены недалеко от входа в магазины или учреждения. Почему вы встали на место, предназначенное для инвалидов? Я вот забежал, забрать, и все. Ну, в правилах указано, что можно забежать. В морозные дни рязанцы все чаще стараются припарковать автомобиль поближе ко входу в торговые и развлекательные центры. При этом они забывают посмотреть на знаки и дорожную разметку, за что могут получить серьезный штраф. В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечают 3 декабря, сотрудники ГИБДД напоминают, на местах для инвалидов могут парковаться только люди с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с требованиями законодательства, ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Водителю выписывается административный штраф в размере 5000 рублей. Места для инвалидов, как правило, располагаются ближе всего ко входу. Сделано это для того, чтобы путь людей с ограниченными возможностями здоровья стал максимально коротким. Ведь в большинстве случаев им и так сложно передвигаться. Однако сумма штрафа пугает не всех. На парковке каждое второе такое место занято обычными автомобилями. Места для инвалидов под своей машиной посмотрите, пожалуйста. Да, видно. Видно? Да. Ну вы знаете, здесь мы можем парковаться? Ну да, инвалиды. Инвалиды. У вас данной корочки нету, правильно? Все верно. Значит, придется вам выписать административные правонарушения. В данной ситуации разметка видна четко. На зиму она нередко теряется под слоем снега и льда. В этом случае, когда место для инвалидов невозможно отличить от обычного, штраф выписан не будет. Для того, чтобы не было спорных ситуаций. Только если административное правонарушение является явным. То есть четко видна разметка или автомобиль стоит четко под знаком парковка для инвалидов. Однако сотрудники ГИБДД просят рязанцев проявлять уважение и не парковаться на местах для инвалидов. Ведь парковки торговых центров обычно практически пустые, а пройти лишние несколько метров на свежем морозном воздухе полезно для здоровья. Вчера в Рязани подвели итоги третьего независимого журналистского конкурса «Легкий стиль», который с 2014 года проводится в память об известном журналисте Дмитрия Проскурине. Он по праву считался блестящим мастером репортажа и фильетона. Инициативу учредить премию и вручать ее в день рождения Дмитрия 1 декабря принадлежит друзьям и коллегам. А жюри возглавляет мама безвременно ушедшего из жизни журналиста Светлана Проскурина. Цель конкурса «Легкий стиль» – привлечь внимание общества и масс-медиа к вопросам стилистики и стандартам качества литературного русского языка в современной информационной среде, а также сформировать профессиональный круг журналистов, обладающих хорошим авторским стилем. Учредитель премии мама Дмитрия Проскурина Светлана во время награждения много говорила о том, что журналист – это прежде всего творческий человек. И лауреатов конкурса она вместе с коллегами отбирает, исходя из манеры подачи материала – легкой, такой, которой нельзя научиться в университете. Нужно иметь талант. Конечно, вы все хотите стать известными журналистами, но это достаточно сложно завоевать признание читателей. И я вас всех призываю стать сначала настоящими талантливыми журналистами, и тогда известность придет, как следствие, само собой. В этом году конкурс о журналистских работ и легкие стили впервые прошел при поддержке приема Шторгбанка. Среди победителей – интернет-порталы «Вид сбоку» и «Я-62». Газета «Домстрой» и бывший старший помощник прокурора области Дмитрий Плоткин, получивший награду за журналистское расследование в новой газете о группах смерти в интернете. Не обошла стороной награда и нашу телекомпанию. Анна Герцовская и Михаил Лазуткин стали лауреатами премии. Отличилась наша съемочная группа тем, что проинспектировала эффективность работы нового портала «Исправим вместе». В интернете отремонтированные дороги города были обозначены зеленым цветом, а по факту оказалось, что ремонт не производился. Всю же эта съемочная группа внесла немного изобретательности и сарказма. «Исправим вместе». Сейчас мы наглядно продемонстрировали, как работает рязанский интернет-портал. Также легко и непринужденно рисуются в интернете зеленые линии от ремонтированных дорог и на других улицах города. Отличительная особенность конкурса «Легкий стиль» пожалуй в том, что это премия, на которую не нужно подавать заявку. Члены жюри находят интересные работы сами, что дает журналистам желание трудиться. Я вообще стараюсь делать такие веселые сюжеты. Мне кажется, они не всегда похожи на новостные, но тем не менее, главное, они вызывают у меня удовольствие. Там есть сарказм, есть ирония и нравится людям, я думаю. Всем победителям конкурса «Легкий стиль» были вручены статуэтки, выполненные в виде белого пера на черной подставке и дипломы конкурса. В Рязанском медуниверситете проходит 20-я международная научно-практическая конференция. Она посвящена социально-гигиеническому мониторингу здоровья населения, гигиена труда и профессиональные риски, охрана здоровья детей и подростков, аспекты здорового питания. Эти и другие темы затронут ученые и участники мероприятия. Анна Герцовская расскажет подробнее. Делегации из Республики Беларусь, Воронежа, Липецка и других городов. Профессор Тамара Филипповна работает в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. И на конференции она выступила со своим докладом. Человек должен потреблять от 80 до 100 грамм белка в сутки. Из них 60-70% это белок животного происхождения. Но на сегодняшний день мы должны говорить о растительном белке. В плане того, что большую перспективу на сегодняшний день представляет люпин, как биологическая культура. Собравшиеся обсудили условия экологии почвы, растений, еды. Все, что может повлиять на здоровье человека. Тот же люпин, травянистые растения семейства бобовых, на 70% состоит из белка. Употребление которого может оказаться полезно для населения планеты. Тамара Филипповна отметила, что связь сельскохозяйственных и медицинских вузов очень важна для будущего нации. Это помогает уделить большее внимание той продукции, которую употребляют люди. А это и здоровье человека. Поэтому вот эти тесные отряды привели к тому, что у нас, например, вышла общая монография по медицинским особенностям использования растительных организмов в плане профилактики некоторых заболеваний и здоровья в целом человека. Были и другие доклады, касающиеся экологии, продуктов питания, загрязнения окружающей среды. Все, что может повлиять на здоровье человека. Это уже 20-я подобная конференция. Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения проходит в медуниверситете с 97-го года. Накапливается опыт, который анализируется. И ежегодно издается сборник трудов, который рассылается во все библиотеки. Практическое здравоохранение является достоянием. И, конечно же, вот эти рекомендации, которые даются в ходе выступлений, они реализуются и в диссерционных исследованиях, и наушно-практических рекомендациях, в которых нужна практическое здравоохранение. В данной ситуации хочется поблагодарить Рязанский государственный медуниверситет в том, что они всегда поддерживают все начинания, проводят эти конференции, тепло принимают, соответственно, гостей, которые с удовольствием приезжают в Рязань. Таким образом, регион от этого только выигрывает, поскольку рязанские специалисты одними из первых узнают и применяют инновации в своей работе, что позволяет современной качественно оказывать медицинскую помощь. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok